Всех приветствую! С вами Дмитрий Говдя. И в этом уроке я расскажу вам, каким предлогом показать направление движения. Предлог НАХ, ИН или, возможно, какой-нибудь другой предлог. Поехали! Итак, рассмотрим предлог НАХ. Предлог НАХ применяется тогда, когда мы хотим показать направление движения к географическим объектам, причем среднего рода. Есть географические объекты разных родов, женского, среднего, мужского, но большинство из них процентов, наверное, 90 или 95 именно среднего рода. И именно как раз с ними применяем предлог НАХ. Я поеду в Германию. Ich werde nach Deutschland fahren. В Германию. Nach Deutschland. Это не обязательно может быть страна, это может быть город, населенный пункт и так далее. Приезжаем в Мадрид. Komm nach Madrid. Понятно, да? То есть большинство географических названий именно среднего рода и с ними применяем НАХ. Я отдельно дам ссылочку на статью, на урок, там где я объясняю именно более подробно с географическими объектами. Какие из них мужского, какие среднего, какие женского рода, какие множественного числа. Окей. Значит, географические объекты. СНАХ. СНАХ также применяются на стороны света. На юг, на сен, на запад, север, восток. Нах СЮДН. Нах ВЕСТН. Нах НОРДН. Нах ОСТН. Возможно, вы слышали сокращенные варианты ОСТ, НОРД, ВЕСТ, СЮД. Как правило, такие сокращенные варианты применяются, когда вы соединяете с какой-то страной, например, там, на западе, например, в западной Германии, например, да? Тогда будет in West Deutschland. В Южной Германии in Süd Deutschland. То есть при соединении со страной. Хорошо. Значит, СТОРОНЫ СВЕТА. Географические названия среднего рода. СТОРОНЫ СВЕТА. Далее, с НАХ также применяются направления вообще, например, налево, НАХ ЛИНКС, направо, НАХ РЕХТС, вверх, НАХ ОБН, ВНИЗ, НАХ УНТЕН. Вот эти основные направления тоже применяются с предлогом НАХ. Далее, с НАХ применяются также отдельные словосочетания, такие, например, как ДОМОЙ, НАХ ХАУЗЕ, например, после работы я возвращаюсь домой в, там, не знаю, в 7 часов. Смотрите, давайте напишем это. Давайте скажем не после работы, а с работы, да? Мы уже знаем, как это сказать с работы. Понятно, да? НАХ ХАУЗЕ, ДОМОЙ. Если ДОМА, ГДЕ, то ЦУХАУЗЕ будет. Два оставшиеся выражения, которые нужно помнить. Далее, НА УЛИЦУ, НАХ ДРАУСЕН. Дословно переводится как НАРУЖУ, но применяется НАХ ДРАУСЕН как НА УЛИЦУ, например, из дома на улицу. Выйти на улицу, там, погулять, посидеть и так далее. НАХ ДРАУСЕН. Далее, предлог IN. Предлог IN обозначает тоже, с помощью его можно указывать направление движения и после него ставится АКУЗАТИВ, если это направление соответствует вопросу КУДА. И, как правило, это указывает направление движения ВНУТРЬ, например, ВНУТРЬ ДОМА, ВНУТРЬ какого-то здания. Например, ДЕТИ ИДУТ В ШКОЛУ. THE KINDER AGAIN IN THE SCHULLE. То есть, здесь речь идет о том, что ДЕТИ ИДУТ В ШКОЛУ, там, чтобы учиться, да? То есть, ВНУТРЬ вот этого здания, которое называется ШКОЛА. IN THE SCHULLE. Далее, он вошел в комнату. ER IST INS ZIMMER HEREIN GECOMMEN. Посмотрите, ZIMMER – это комната, она среднего рода в немецком языке. DAS ZIMMER. INS – это сокращенный вариант от IN – DAS. ER IST IN DAS ZIMMER HEREIN GECOMMEN. И так, и так можно написать, но очень часто сокращают. INS. HEREIN GECOMMEN. HEREIN GECOMMEN – входить куда-либо. Тоже понятно, да? Здесь прошедшее время. ER IST HEREIN GECOMMEN. PERFECT. Хорошо. Призыв. Пойдем в кино. ВОЛЕН ВИА ENS KINO GECOMMEN. ВОЛЕН ВИА ENS KINO GECOMMEN? ВОЛЕН ВИА ENS KINO GECOMMEN? Кино, да? Кинотеатр. ДАС КИНО. ДАС КИНО. ДАС КИНО. Так же, как комната. И здесь тоже сокращенный вариант. Подразумевается, что здесь IN DAS KINO. Но, как правило, говорится сокращенно. INS KINO. То есть, IN у нас часто с GECOMMEN – идти куда-либо внутрь какого-либо здания или комнаты, например. Также, вот, KINO с этим словом у нас употребляется. Предлог IN. Потом, в ресторан. INS RESTAURAN. В музей. INS MUSEUM. В театр. INS TEATR. Вот эти вот четыре слова существительных. Они все среднего рода и они именно вот употребляются вот этим вот INS. INS KINO. INS MUSEUM. INS TEATR. INS RESTAURAN. Ну, конечно, есть и другие, но вот, которые пришли на ум сейчас. Хорошо. IN у нас тоже направленное движение, но подчеркиваю, что вы заходите внутрь. Далее. Можно указывать направление при помощи предлога ЦУ. После ЦУ нам нужно ставить датив. Если существительное будет, то будет, ну, артикль ставится в датив. Это указывает, предлог указывает направление движения к какому-то объекту или одушевленному лицу. Но здесь дело в том, что, ну, скажем так, ЦУ очень часто конкурирует с предлогом INS и может его заменять. Но INS указывает на движение внутрь. ЦУ может указывать направление движения к объекту. Не обязательно, что человек, например, входит в этот объект внутрь. Например, ты сегодня пойдешь в школу? В принципе, вот, когда мы говорим ЦУРШУЛЕ. Вы входит ЦУРШУЛЕГИН. ЦУРШУЛЕ – это ЦУДЕАШУЛЕ, да? Развернутый вариант ЦУДЕАШУЛЕ. ДИ ШУЛЕ – женского рода. ЦУ требует датив. ДИ в дативе будет ДЕА. ЦУДЕАШУЛЕ. Сокращенно ЦУРШУЛЕ. Ты сегодня пойдешь в школу? В принципе, вот, когда мы говорим ЦУРШУЛЕ, это не обязательно, что мы хотим войти в эту школу. Возможно, мы просто хотим подойти к школе. И у нас там какие-то дела. Понятно, да? Далее. Мы ходим в супермаркет три раза в неделю. Мы ходим в супермаркет. Несмотря на то, что мы говорим на русском языке «в супермаркет», подразумевая то, что мы внутрь туда входим, в немецком языке ЦУМ не обязательно обозначает именно то, что вы входите именно в супермаркет. Может, вы туда, к супермаркету ходите и там с кем-то встречаетесь, например, да? Но, как я уже сказал, ЦУЛ очень часто конкурирует по значениям с предлогом «ин». Часто заменяет его. «Ин дешуле, цуршуле». «Ин ден супермаркет, в супермаркет, цум супермаркет». Он завтра придет к нам. «Er kommt morgen zu uns». Здесь уже не «объект», а именно «к одушевленному лицу». Здесь понятно, да? Окей, дальше. Также есть предлог AUF, которым тоже можно указывать направление движения. После AUF у нас «аккузатив», если подходит вопрос «куда». Тоже, как и ЦУ, указывает направление движения к какому-то объекту или лицу. Часто конкурирует с предлогом «цу». Может его заменять. Но, скажем так, AUF применяется не всегда. Словосочетание с предлогом AUF нужно запоминать. Например, устойчивое выражение «за город» – это будет AUFsland. «Мы поехали за город, wir sind aufsland gefahren». Вот этот AUFs – это сокращенно от AUF das Land. «Land» – не обязательно «страна», это может быть так же и как «загород». «Место за городом». Иногда еще может переводиться как «дача», в зависимости от контекста. «Wy sind auf das Land gefahren» – часто в сокращенном варианте. «AUFs Land». Далее смотрим. «Сегодня она идет на вечеринку». «Heute geht sie auf die Party?» Вот, вот эта вот вечеринка, да, die Party. Можно сказать именно с AUF. Auf die Party – die здесь в акузативе. «AUF die Party». Но, тем не менее, можно заменить и zu. Видите, часто конкурируют с zu. То есть можно и так, и так. «AUF die Party oder zur Party?» «Heute geht sie zur Party?» Хорошо, еще пример. Каждую субботу они ходят на рынок. Рынок у нас – der Markt. «Jeden Samstag gehen Sie auf den Markt?» «Auf den Markt?» Можно сказать с AUF, а можно сказать с zu. «Jeden Samstag gehen Sie zum Markt?» То есть два варианта здесь подходят. Но, опять-таки, будьте внимательны. Не всегда то, что применяется с zu, можно автоматически заменить на AUF. Иногда это можно сделать, но не всегда. Я рекомендую вам запоминать те словосочетания, которые используются с AUF. Например, Aufsland – это однозначно. Здесь никаких замен не может быть. «Auf die Party» можно auf, можно zu. «Auf den Markt» тоже можно zu. Окей, хорошо. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк под этим видео. И записывайтесь в ранний список на тренинг для начинающих для уровня А2. Совсем скоро начнется тренинг, и вы сможете прокачать в разных ситуациях ваше умение применять предлоги. Также потренируйтесь по разным разговорным темам, и серьезно подтяните грамматику. Нажимайте на кнопочку под этим видео и записывайтесь в ранний список. До скорого. Пока.